И встает вопрос. Если возникает опасность, быть может, можно не идти на обязательную войну. Здесь мы подходим к понятию спасения жизни. Видим, что это уникальная заповедь. Отлично от Шабата и Йом Кипура. Это настолько очевидно, что поразительно. Поразительно, что люди этого не видят. Почему разрешается нарушать Шабат, когда возникает угроза жизни? Подумайте логически. Потому что Шабат не опасен сам по себе. Обычно соблюдать Шабат не опасно. Вот почему, когда возникает опасность, мы говорим «Хорошо, нарушим Шабат на этой неделе, а на следующей будем исполнять». То же относится и к Йом Кипуру. Паститься обычно не опасно, и поэтому, когда возникает опасность, вы говорите «Ну ладно, поем в этом году, а в следующем выполню заповедь». Так говорят все мудрецы. Потому что в этом есть своя причина. Более того, все заповеди всей Торы не опасны. Не опасно жить в суке, не опасно носить тефелин, не опасно ничего, обычно. И когда наступает тот редкий случай, что заповедь становится опасной, то можно нарушить ее один или несколько раз, чтобы потом исполнить. Во всей Торе есть одна заповедь, которая по своей природе всегда опасна. Это обязательная война. Давайте применим к этой заповеди ту же логику, тогда получается, нам заповедуется идти на войну. За исключением случаев, когда это опасно. Абсурдность очевидна. Представьте, мы бы сказали так «Хорошо, есть заповедь идти на войну». Согласно Рамбаму. Если враги требуют земли или чего угодно, но только если это не опасно. Если привести такой аргумент, то мы полностью уничтожаем эту заповедь Торы. Вот в чем разница. Да, во всех заповедях, если есть опасность, то их можно не соблюдать. Опасность имеет приоритет над заповедью. Это верно. Однако в случае заповеди обязательной войны Тора повелевает идти на войну. Тора дает заповеди не для того, чтобы наобещать чудес. Она не говорит «Иди на войну и не бойся, ничего плохого не случится». Тора так не делает, в Торе нет чудес. Природа вещей такова, что на войне гибнут люди, обеих враждующих сторон. Это суть войны. Следовательно, очевидно. Что Тора предписывает идти на войну даже при наличии опасности. «Игнорируется опасность, а не заповедь идти на войну». Это логично. Так и должно быть. Нет никакого сравнения между этой заповедью и Йом-Кипуром. Нет сравнения между этой уникальной заповедью и всеми остальными заповедями. Есть заповедь, в которой Бог говорит, «В некоторых случаях ты должен идти на войну, а поскольку война по своей природе опасна, заранее известно, что кому-то придется погибнуть». Следовательно, это единственная заповедь во всей Торе, в которой отсутствует понятие спасения жизни.